Не суди книгу по обложке. Читать человека как книгу кажется, что на это способны только психологи или те, кто хорошо разбирается в людях. Проект «Живая библиотека» позволяет действительно прочитать человека. В этой библиотеке вместо книг живые люди, которых в обществе принято называть не такие, как все. Я – открытая книга. Личности с уникальными жизненными историями добровольно становятся книгами. В течение определенного времени вы можете задавать им вопросы и слушать их истории, которые также увлекательны, как и все те, которые можно найти в книге. Одни рассказы связаны с какими-то стереотипами, другие имеют неоднозначный подтекст. Вы можете говорить с беженцами, солдатом, который страдает от посттравматического стрессового расстройства, бездомным человеком, женщиной, которая живет с ВИЧ. «Живая библиотека» заставляет людей подвергать сомнению свои предгляды и взгляды на ту или иную тему, узнавать правду и учиться у кого-то формировать истинные суждения, не навязанные обществом или традициями. «Живая библиотека» – это место, где вы можете задавать сложные вопросы и получать искренние ответы. Рассказы о собственном опыте и случае жизни, в которых люди-книги сталкивались с наиболее распространенными стигмами, формы, сегрегацией и предупреждениями, которые повлияли на их жизнь основной инструмент «Живой библиотеки». Суть организации – доказать, что ни одного человека невозможно описать одним лишь словом. Такие библиотеки стремятся показать людям, что вы действительно не можете судить о книге по ее обложке или по названию. Обязательные условия таких коммуникаций – взаимное уважение. Обеспечение комфортного и толерантного пространства является ответственным заданием библиотекарей и других организаторов «Живой библиотеки». «Живая библиотека» создает уникальную возможность для получения информации из первых уст, организовать эффективный диалог и сформировать объективное собственное мнение, избавиться от незрелых и поверхностных суждений, оценок и стереотипов, сгрудняющих отношения между людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова